Сегодня столичные следователи допросили мать шестилетнего мальчика, который всю минувшую ночь блуждал по лесу и едва не погиб от переохлаждения. Его нашли на трассе рядом с парком Лосиный остров. Очевидцы сообщают шокирующую деталь. Якобы на голове у ребёнка был мусорный пакет, примотанный скотчем. Как мальчик оказался один в заповеднике и почему мать заявила о пропаже сына так поздно, разбирался Денис Восковский. Измождён настолько, что не может идти самостоятельно. Но врачи уверены, ребёнку повезло. Обстоятельства грозили неминуемой смертью от переохлаждения. Мальчик провёл на опушке леса всю ночь. И лишь утром его случайно заметили водители. Привезли на заправку, где ребёнка наконец отогрели и накормили. Сотрудники заправки, оказавшие шестилетнему мальчику первую помощь, были немногословны. Он жив-здоров, по крайней мере? Да, всё хорошо. Всё хорошо, да? Да. А пакет на голове у него был, информация появилась? Я не знаю, мы здесь стоим за кассой. Никакого, ничего не рассказываю. Никакого не принято. Полицейские машины всё утро курсировали между парком Лосиный остров и 104-м километром МКАД. Опрашивали заправщиков и кассиров. Первую более-менее внятную информацию удалось получить ближе к обеду от управляющего заправки. Клиенты привезли сегодня утром мальчика в возрасте 6,5 лет на станцию, которую они нашли на МКАДе. Он шёл вдоль трассы по направлению к нашей станции. Привезли сюда, мы оказали ему первую помощь, поддержку. Напоили горячим чаем, одели в тёплую одежду. По данным следствия, ребёнок пропал накануне в половине 10-го вечера. Однако с заявлением в полицию мать обратилась только сегодня рано утром. По предварительным данным, 17 февраля женщина ехала в машине с ребёнком мимо заповедника Лосиный остров. И по просьбе последнего заехала в парк. В лесном массиве ребёнок убежал и не вернулся. Объяснения матери выглядят не очень убедительными, если не сказать странными. Зачем понадобилось тормозить в темноте возле лесопарковой зоны, если до заправки и жилых домов, огни которых можно без труда увидеть с дороги, оставалось меньше полутора километров? И как мог шестилетний мальчик быстро бежать по рыхлым сугробам? Пожалуй, главный вопрос в этой истории. Почему мать, потеряв своего сына ночью в лесу, обратилась в полицию лишь на следующий день? Ребёнка экстренно госпитализировали в детскую больницу имени Святого Владимира. Пока никаких подробностей о его состоянии врачи не сообщают. Скорее всего, мальчик и его мать жили в этом доме на Алматинской улице. Сегодня дома только бабушка. Скажите, пожалуйста, а что произошло? Что произошло? Мать его била. Скажите, обижали ребёнка? Вместе с тем появилась информация, что ребёнок воспитывается в неполной семье, серьёзно отстаёт в развитии и в последнее время был неуправляем. Правда, соседи ничего из этого не подтверждают. Ну как вот они ведут себя, как они живут? Ничего, ну нормально, хорошая семья. Все обстоятельства этой запутанной истории теперь выясняют следователи. Мать мальчика задержана. И в эти минуты её всё ещё допрашивают в следственном управлении по Восточному административному округу. Денис Восковский, Олег Кузьмин, Екатерина Черушева, Олег Добин. Вести.